друзья всем привет вы на модных практиках с вами я ольга паук что очень соскучилась вернулась в работу рада вас всех приветствовать на наших модных практиках и у меня много произошло изменений пока я болела я отдохнула полна сил энергии хочется какие-то новые видео насобирала кучу прикольных классных идей и первое что мы с вами сделаем моем цикле так сказать передач это под мой новый джемпер вот такую юбку в клетку и тут нам есть чем поработать первое мы должны конечно всегда посмотреть на клетку это у нас хлопок я его очень еще полюбила со времен не буду говорить как обозвали мое платье стерафан хотя он мне очень нравился я из него выросла немного и еще раз хочу повторить эту ткань в работе это у нас хлопок с полиэстром идеально для детей для школьников для подростков и для себя любимых ткань на каждый день минимум проблем в уходе в стирке но то есть эта ткань она никаких проблем не создает вообще и у нас будет юбка в складку мы должны посмотреть понять во первых сколько нужно ткани у меня бедра сейчас 104 далее пусть будет 84 получается разница 20 сантиметров ну достаточно большая разница и сегодня мы с вами начнем делать юбку но прежде чем начать юбку мы должны поиграть и посмотреть как мы сделаем складку смотрите у нас есть два варианта на самом деле вариантов здесь есть еще больше но я рассматриваю два варианта если может быть если кто видел шорт уже это видел мы склад соединяем вот так вот пока пальцами во первых четко определяемся где у нас будет край складки либо он будет скорее всего я вот так с булавочку положу и попрошу близко близко снять за черной линией значит здесь мы будем ее накладывать на белую линию чтобы у нас не было перелома рисунка берем и прямо у нас получается как будто бы продолжение рисунка вот мы здесь не запариваемся с тем какой глубины у нас складки минимум ну то есть это юбка с которой в принципе справиться даже новичок хотя здесь чуть-чуть только подумать логически все и посмотреть как больше нравится вот у нас первая наша юбка во первых мы еще здесь специально отрезали ткань так чтобы мы должны посмотреть верхней части вот видите уже у нас образуется широкая одна белая полоска еще когда мы выбираем вверх и низ мы смотрим я взяла вот отсюда начала с этого отреза для того чтобы дальше у меня шел рисунок не ломаясь и длину я уже урегулирую снизу если я возьму и буду закладывать складки с этой стороны то вот здесь как минимум уйдет на шов и у меня уже поломается клетка поэтому учитываем когда покупаем ткань берем ну плюс хотя бы 30 сантиметров хотя бы 3-4 вот таких элементов чтобы у нас было лишнее чтобы мы вот могли вот поиграть с этим вариантом и для того чтобы следующее полотно мы кроили тоже вот от этой черной линии плюс там полтора сантиметра в верхнюю часть вот смотрите берем и закладываем с одной стороны так раз вот смотрите также мы должны понимать какой длины у нас будут застрочены складки до какого момента у меня бедра низкие 20 сантиметров но мне кажется что 17 18 сантиметров будет достаточно вполне вероятно что это длинная вот видите здесь 24 но пока я оставлю 24 чтобы они заканчивались ну вот может быть вот досюда до середины 22 сантиметра 21 получается до середины вот этой вот складки здесь мы все-таки должны везде стремиться какой-то симметрии какой-то математической логики и все-таки вот ну чтобы было это эстетически красиво здесь мы чуть-чуть отступим и заложим красные складки красные складки я буду закладывать от середины красные складки за синюю линию вот видите и присоединять ее вот смотрите сейчас я вам покажу более близко более понятно вот здесь чтобы не нарушился рисунок я тоже синюю линию подвожу к черной линии чтобы у нас была какая-то симметрия здесь тоже самое у нас вот синяя линия заканчивается потом один фрагмент 2 и здесь либо к черной либо к синий мы должны посмотреть мне не нравится вот эта черная полоска поэтому мы накладываем на черную полоску вот так 1 и сейчас я заложу пару элементов и мы с вами будем двигаться дальше смотрите что у нас получилось первое что я хочу сказать что я закалывала примерно вот видите получилось от линии верха 24 но сейчас я вижу что я остановлюсь на 20 сантиметров поэтому прежде чем приложить к себе я возьму и переколю булавки на 20 сантиметров выше вот чтобы меня сразу посмотреть как будет смотреться юбка какую сторону выбрать складочек смотрим прикладываем вот смотрите и сейчас я вижу что мне все нравится мне даже нравится что часть складок у меня будет белая вот так я и оставлю вот эти вот к будет как такой фиксирующий такой взгляд узнал вот такой момент как акцент вспомнила слова и вся остальная юбка у меня будет переходить по кругу в такую красную ткань и чтобы долго не думать мы вспоминаем бедра у меня 104 но я возьму 108 складываю обратно ткань у меня лицом к лицу здесь я понимаю смотрите что вот у меня идет боковой шов вот здесь вот у меня боковой шов будет вот на этом моменте внутри у меня будет шов который будет вшит замочек и вот эта верхняя часть будет как бы накладываться наверх и тут будет крючочек или пуговичка и отсюда мне нужно таких складок рассчитать примерно 98 сантиметров поэтому я беру следующий отрез ткани и смотрю что мне сделать дальше поднимаю вот эту складку и понимаю что вот здесь у нас шов значит здесь мы должны оставить сантиметр но чтобы это было ровно я ставлю чуть больше сантиметра три клеточки чтобы мне было удобно резать и не сильно думая отрезаю вот этот остаток ткани ненужной вот так конечно на весу нельзя это неправильно следующее у меня идет если вот так вот взять по ткани красное оно должно соединиться с белым поэтому вот это у меня уйдет в шов ровно и вот наш следующий шов идет от белой полоски три сантиметра внутри сантиметра три элемента но у меня это вот примерно вот здесь я вот вижу по ровно вижу где это должно быть сейчас я разрезаю до конца сметываю наш шов и продолжаю закладывать дальше складки до самого конца пока у меня не будет сто восемь сантиметров смотрим что у нас получается а у нас получается вот что наша юбка она в бедрах должна быть но вот если у меня сто четыре то мы мерим сколько у меня получилось складочек на сегодняшний момент у я ошиблась на десять сантиметров сейчас смотрите но если еще сказать коротко то у меня уже пошла третья длина складок здесь у меня будет шов пока я их соединила между собой но после примерки я хочу рассчитать так чтобы у меня по центру спины был шов и два боковых шва пока я ничего не обрезаю сейчас я немножко доделаю и мы с вами уже примемся к расчету наших вытачек смотрим что у нас получилось у нас вот уже заложено много складок мы помним что бедра у меня сто четыре но прям впритык я не люблю вещи ну чтобы они знаете прям впивались плюс плюс еще юбка может чуть-чуть подсесть во время ну вот она не то что подтягивает но она сошьется и будет более плотно здесь у меня 108 я считаю что вот вот это это и есть боковой шов замочек будет вот там складки сшит а спинка будет находить на полочку именно вот эта складка уже будет находить туда поэтому я считаю от складки до складки у меня это сто семь примерно сантиметров сейчас я считаю все складки первую складку я считаю как одну потому что она находит одна на другую и пошли дальше раз два три четыре 33 складки у меня запомнили мы берем сто семь сантиметров минус моя талия 85 но я тоже взяла 22 и делим на 33 это получается на 066 каждую складочку мы должны уменьшить мы берем и вот ну вот покажу вот где синяя там мы точно так же будем в одну и в другую сторону делать вот смотрите берем можно вот так оставить вот здесь булавку отметить 06 ну проще всего конечно это делать линейкой и перекалываем нашу складку только уже от нашей полоски от нашей вот этой вот отметки на нет переходим также по ровной линии к боку так смотрим вот раз раз и я придумала супер простую технологию которую мы сошьем вместе с вами также следующую беру и от нашей линии тут еще такая клетка очень понятно берем на 06 и делаем точно так же вот так вот раз видите и таким образом наша юбка она примет вот такой вот ну красивый вид и мы должны понимать что когда мы закалываем нашу складку мы не должны цеплять а вот эту вот очередную складку если она у нас подцепилась нам нужно ее немножко вот так взять и в сторону отвести и заколоть и точно также берем опять откалываем вот видно наша первая . от нее 06 вот так раз берем и опять подкалываем но в принципе даже можно не подкалывать можно сразу сметывать для того чтобы сделать хорошую примерку и сейчас уже сегодня уже тут ну для больших достаточно большая трудоемкая работа к следующему видео я возьму сметаю все вот эти вот видите как она уже приобретает форму вот такой вот расклешенной юбочки где на талии она уже на бедрышках она остается такой свободненькой вот видите раз потом уже это видно даже на глаз все эти линии на примерку можно даже просто сметать но у меня есть хитрый план который я вам потом расскажу получился или нет и сейчас я возьму вот так вот все заложу заложу прям вот так вот сверху прометаю каждую складку и мы с вами сделаем примерку смотрим что получилось и мой секрет был в том что я решила все это не сметывать очень долго хочется быстрее посмотреть результат сколола булавками и показываю вам то что получилось на примерку немножко вполне вероятно что у бедра захочется еще одну складку добавить но я оставила там запас и когда начну шить я примерю и посмотрю нужно или нет потому что в шитом виде она будет выглядеть по-другому и конечно когда я сошью не будет вот таких ломаных линий все будет идеально после примерки я беру юбку иду за машинку сразу шью от строчечной такой по красивой наверное синей ниточкой вдоль шва ровненько конечно все выправляю и у меня уже будет практически готова юбка останется только вырезать кокетку подогнуть низ и заутюжить складочки считаю что мы хорошо поработали без моделирования без кроя взяли быстренько раз-раз рассчитали как сделать юбочку и посмотрите за счет игры полоски как она выигрышно смотрится мне очень нравится подошли мои новые киды под эту юбку я очень довольна проделанной работой пишите свои результаты понравилась ли вам юбка и захотите ли вы вместе со мной сшить юбку в складку на этом мы с вами прощаемся напоминаю что вы были на модных практиках с вами была я ольга паук что и вся наша большая команда подписывайтесь на наши соцсети ставьте лайки и пишите комментарии до новых встреч пока